Добрый вечер! Мы сегодня, думаю, выбрали правильный план на матч. Очень много у нас сегодня получилось. Мы хотели первые 50 метров от наших пруд проходить за счет длинной передачи, потому что вчера на предыдущей тренировке попробовали играть, но, к сожалению, газон не позволяет комбинировать. Старались очень плотно играть, компактно и собирать все вторые мячи, для того, чтобы уже на чешой половине разыграть какую-то комбинацию через 1-2 касания, для того, чтобы быстро доставить мяч в штрафную соперника. В первом тайме у нас достаточно было передач с флангой, где создавалась острота. После одной из них Спартак забил мяч, и после этого, наверное, стратегическое преимущество перешло к нам. Мы уже старались играть таким образом, чтобы найти момент для того, чтобы поймать соперника в контратаке, и второй мяч так был забит. Я думаю, что по итогам двух таймов мы победили заслуженно и очень рады этой победе. У вашей команды большие футбольные традиции, но этот сезон, понятно, вы, наверное, без особых целей играете. В перспективе, что на ближайший сезон будет... Я сейчас не могу на это вопрос ответить, потому что сам не знаю, что будет дальше. Если сравнивать с результатом, вот первый круг, там 2-2 было, а здесь 0-2, это вот Факил стал слабее играть или ваша команда сильнее? Вы знаете, очень серьезное влияние оказывает газон. Я многих футболистов знаю в вашей команде и на сборах видел, как команда играла. На этом поле невозможно играть в футбол, ну, нормальный футбол. И в Краснодаре там другой матч был, качество было другое совершенно с нашей стороны, со стороны Воронежца. Поэтому я думаю, что я видел все домашние матчи в новом сезоне, ну, в 2018 году Факила. Ну, как можно играть? Как-то что-то там... Или показать какой-то качественный футбол, там, порадовать болельщикам. Ну, толкотнёй, беготнёй, борьбой, наверное, да. А футбол нет. И, на мой взгляд, и команда ваша заложник такого газона. И сложно что-то. Здесь, возможно, доля удачи. Некоторые матчи Факил выглядел хорошо, но пропускал первый. И, я повторюсь, стратегическое преимущество приходит тому, кто забивает первый мяч. Как сегодня было в нашем матче. А в Краснодаре был хороший футбол. И две хорошие команды играли. Мы вели 2-0, но там Воронежцы забили два хороших мяча. Поэтому закономерно всё было. Вы говорите про газон. То есть он рыхлый или мучковатый? Ну, он даже не для футбола. То есть он жёсткий, на нём трава проплешина, и мяч не катится. Вот только такой, более простой, упрощённый футбол можно сыграть. И здесь уже кто мобильный, кто более, наверное, организован. И, на мой взгляд, мы более правильно сыграли сегодня. Мы практически ничего не разыгрывали возле своих ворот. И как бы минимизировали ошибки. Специально так сделали, потому что... Хотя это не наша игра, мы стараемся наоборот, как можно больше внимания уделять контролю над игрой и над мячом. Но сегодня это не нужно было делать. Потому что поле не позволяло таким образом вести игру. Евгений Игоревич, поздравляю с победой. Уже третья для вас подряд. И первая добытая после голов с игры, а не со стандартных поражений. Насколько для вас принципиально это? Гол, это же плод работы всей команды. Не важно, со стандартом он забит или с игры. Трудится вся команда, не один человек. И стандарт это такая же работа команды. Труд на тренировках и реализация потом в матче. Сегодня хорошая подача была. И Спартак отлично завершил. Поэтому мы рады Голан, когда команда забивает и не пропускает. Каким образом они забиты, наверное, уже не имеет такую большую роль. Первое впечатление победила команда, которая обладает более высоким уровнем мастерства. Как индивидуально, так и в командных действиях. В принципе, одного желания мало для победы. Я имею в виду нашей команды. Стремление, желание это мало. Должен соответствовать уровню полной национальной лиги, в которой мы играем. И уровень мастерства. К великому сожалению, опять мы не забили. Опять мы не забили. В моей тренировкой практике я впервые с таким сталкиванием, что столько туров мы мяч не можем забить. В принципе, по вашему счету, как таковых сегодня и моментов, которые тянули бы на взятие ворот, не было. Они использовали. Было у них несколько шансов. У Вань-2 использовалось. И самое обидное то, что, готовясь к этой игре, мы просматривали, готовились. Сильные стороны этой команды, что фланговая атака центральной нападающей. Гогнев, опытнейший Гогнев, предупреждал, что нужно было перекрыть фланги. И, собственно, гол у нас пришел с фланга. Элементарная ситуация. Не выполнили ту установку, которая давалась с правого фланга. До этого два прострела уже было хороших. И третий, крайний защитник, крайний полузащитник не закрыли ту зону. Игра на опережение Гогнева 1-0. А потом уже, там, дело мастерства все. И опять второй мяч, мяч не под контролем. Крайний защитник побежал в атаку, оголил зону. С этой зоны приходит второй гол. Опять же, это опыт, это уровень мастерства. Которого у некоторых ребят не хватает. Просто ни опыта, ни мастерства. Такой результат. Павел Александрович, вот, может быть, такой вопрос запоздал. Но, тем не менее, если отмотать немножко к началу чемпионата, если брать всех новичков, которые пришли в команду, может быть, в цифрах, можно сказать, может быть, в процентах. Такой вопрос довольно прямолинейный. Какое количество народа, это люди, которых пригласили, именно вы? И какое количество тех, кого вам навязали сверху? Давайте, я уже говорил, отвечал на этот вопрос. Давайте говорить по игре, а подводить итоги и все остальное, переосмысление, то, что я говорил уже. Здесь глубокий, глубочайший анализ должен быть. Здесь какие-то вещи, которые требуют кардинального переосмысления и кардинального решения всех заинтересованных сторон. Я понимаю, что выигрывает команда, проигрывает тренер. Но так не бывает. Все должно быть сведено воедино. Воедино. Все заинтересованных сторон. Организация хозяйства футбольного. Много-много-много все. Это, я опять же говорю, не в свое оправдание, но есть нюансы, есть законы определенные. Ребята, подготовки, комплектования. Всех моментов, которые сопутствующие и определяющие во многом результат команды. И уровень мастерства игроков. И те ребята, которые пришли, ну вы знаете, что они пришли, они за день до окончания закрытия трансферного окна, они к нам пришли. Летом мы вообще ни одного человека не смогли взять, когда было трансферное окно открыто там до сентября месяца. Потому что у нас трансферное окно закрыто. Ребята, которые пришли сюда в межсезонье, это ребята, которые, ну скажем так, я уже говорил, что многие-многие, не повторяюсь, ну и другого я сказать не могу. Потому что они на уровне даже многие во второй лиге не играли, а не говоря уже в футбольной национальной лиге. Ещё вопрос? Павел Татчинич, на прошломешней программе вы сказали, что возможен будет вот разговор, что надо собраться и поговорить после матча с Курском. Был бы такая встреча или пока нет? Что, что? А встретиться, переосмыслить и поговорить с руководником клуба о дальнейшем? Я говорил и сейчас, я повторил, что по окончанию чемпионата сейчас еще рано подводить итоги. Хотя понятно, что итоги плачевные на данный момент, а не плачевные. А почему это произошло? Нужен глубочайший анализ и разговор. Но я опять же говорю, чемпионат не закончен. По окончанию чемпионата, еще раз повторяю, игрой с Кубанью не заканчивается чемпионат. Не заканчивается. Это позже, после окончания чемпионата. Сейчас я не вижу смысла. А разговор должен состояться и серьезный разговор состояться. Еще вопрос по игре. К Струнину в этом матче, скорее всего, не должно быть вопросов в следующей игре. Не решили кто или уже до конца определить, кто будет доигрывать чемпионом по воронтарской позиции? Мне не хотелось употреблять слово «доигрывать». Нужно не доигрывать, а играть. И достойно играть. Сохранить хотя бы лицо своего. Профессиональное. И отношения. Я не могу сказать, что они не хотят играть. Я не могу этого сказать. Они хотят. Ребята хотят. Но хотеть и делать – это немножко разные вещи. Абсолютно разные вещи. А кто будет играть? До игры три дня. Проанализируем игру. Кто будет? В каком состоянии? Физическом. Сейчас болячки могут вылезти. Там рассечение очень серьезное у Хайманова. Очень серьезное рассечение. Когда ему поставили шопами на кладку. Сможет он восстановиться? Не сможет. Какая ситуация с Мишей Афанасьевым, который, ну скажем, сегодня на хорошем уровне. Провел игру, да. Лучший в составе, да. И фланг вскрывал, и обострял, и объем работы, все. У него болевые ощущения. Задняя поверхность бедра. Если он ее дернул, то это может быть вариант не до конца сезона. Такая же ситуация у нас была с Рекишем. Сегодня он вышел все после травмы. Он 10 дней даже больше не тренировался. Вообще ни одной тренировки не провел. То, что мы, как мы готовились все это время, вы знаете, я уже говорил об этом все. Манежу все, не это. Много, много, много факторов. Очень много факторов. А что в том эпизоде не поделили Трунин с Рекишем? Когда они после того, как Трунин выбирал за боковую линию, они вот на линии штрафная, там чуть-чуть не толкаться начали. И подошел арбитр, праздник. Что произошло в них? Ну, насколько я понял, что Дима Рекиш сказал Илье, но Илья ферплей, да, у них там игрок упал, но там никакой травмы не было, ничего, абсолютно. Все, и Дима сказал, что не надо было, насколько я так понял, не надо было выбивать, надо быстрее вводим и проигрываем. Но это эмоции, это желание, это эмоции. Все, естественно, когда нет результата, повышенная нервозность у игроков, все, она не идет во благо результата. Это все, это все, все естественные процессы, все. И то, что там на повышенных тонах все поговорили, но это не значит, что это там какая-то там ситуация, все только с этим связано. Нервозность, отсутствие результата, это понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова